Неадекватное поведение алкашей-дебоширов, крики, угрозы, нанесение телесных повреждений. Весь этот кошмар – повод для незамедлительного обращения в реабилитационный центр. Сотрудничая с полицией и наркологическими организациями, врачи центра ставят буйным пациентам ультиматум – тюремный срок или лечение в центре. У нас находятся, как правило, те, кто избивает жену. В основном у нас вся работа психологическая, только если необходимо медицинское вмешательство. Мы подключаем и медиков. Пять дней они проходят медобследование, а после начинаются ежедневные тренинги, которые направлены на снижение агрессии. Пациенты становятся более спокойными и адекватными. В центре реабилитации основную работу ведут психологи и психотерапевты. Последними применяется техника холотропного дыхания. Со слов специалистов, это помогает привести скандалиста в нормальное состояние. Метод холотропного дыхания состоит в следующем. Пациенту завязывают глаза белой повязкой. Включается медленная успокаивающая музыка. Выполняются некоторые упражнения. Ведется умиротворенная беседа с больным. Это длится час-полтора. Два таких сеанса уже смогут помочь. Центр реабилитации для дебоширов может принять на посуточное пребывание только 20 пациентов. Намного больше пациентов сейчас проходит дневное стационарное лечение. Зарина Шарипова, Эльдар Жунусканов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Утрар».